После вкусия Волковского международного фестиваля оказалась с ароматом датского печенья. К юным ярославским зрителям приехали гости с московского фестиваля «Гаврош» с весьма оригинальным по подаче и глубоким по замыслу спектаклем. О том, как за полчаса сотворить мир, узнала Марина Смарагдова. Зрители, как и актеры, бывают начинающие. Для них-то и рассказывает свои истории из Тины. Она из Дании, где существуют богатые традиции театра для детей. Там небольшая группа актеров путешествует по стране и играют для небольшой аудитории. Поскольку публики обычно бывает немного, удается установить контакт достаточно тесный с аудиторией. Если дети сидят далеко, они не могут как следует прочувствовать все то, что я делаю на сцене. Гости из Дании приехали на международный фестиваль «Театры мира детям». Он уже 8 лет проходит в столице. В этом году он посвящен искусству страны, где жил и творил величайшие сказочников Ганс Христиан Андерсон. В начале все ванночки были пусты. Семья была безвидна и пуста. Актриса предлагает рецепт в 7 шагов, как в писании семидневного творения мира. Удивительно магия театра. Актриса играет на родном языке, звучит перевод, но кажется, даже этого минимума не нужно. Все понятно и без слов. Очень образно, буквально за 30 минут рождается мир из муки, воды и яиц и других подручных материалов. Этот белый материк осматривает зеленая гусеница. В него прилетают птицы, потом появляется какой-то зверь, а потом, естественно, и венец творения. В русском языке слово «творить» означает создание, а еще и сам акт замешивания теста. Получился многослойный, но очень легкий спектакль. К финалу в зале витают кулинарные ароматы, а зрителям предлагают печенье. Марина Смарагтова, Игорь Мосин.